Дмитрий, приветствую вас. Для тех, кто вас не знает, ни разу не видел ваши ролики в ютубе, кто вы и чем вы занимаетесь? Я занимаюсь практиками самосовершенствования тела, энергетика, сознания, гармонизации по шаре мозга. И эти практики просто выискивал в разных традициях. То есть передаете знания, которые вы накопили на своем опыте, грубо говоря, проверили сейчас, да? Я знаю, что у вас был опыт про иноедения, что это такое, для чего это нужно и что это вообще дает. Уровень энергетического питания, где человек, занимаясь определенными практиками очищения тела, наполнения тела, очищения психики и разума, способен насыщать тело не физической пищей, а энергетической пищей. Сколько времени заняла вот эта ваша практика про наедение? Что это вам вообще дало? В разных традициях я изучал практики энергетического питания в даотских направлениях. Эта техника называется отши цегун. У буддистов это называется буддистского цегу, называется техника бегуши. В Тибете эта техника называется чудлен, в казачьем это техника солнцеедения. И в традиции 18-х тайминских ситхов это техника чакральное питание белым светом. И вот я их изучал все, от ее практики. И остановился на ши цегун даотской и чудлен тибетской. Пошел я от съедения до энергетического питания 2 года. И сам уже опыт энергетического питания был 4 года. На протяжении 4 этих лет было около 4, возможно 6 небольших откатов назад. Многие говорят, что, допустим, невозможно практиковать там голодание, про наедение без того, что ты очистишь свое тело от паразитов, от грибков. А некоторые говорят, что наоборот, полное голодание, там сухое, либо на воде полностью очищает нас. Ваш опыт, что вы думаете? Во время голодания наш организм начинает искать альтернативу питания. И по ходу этого поиска он начинает нас очищать. И чем грязнее было тело до голодания, тем меньше на нас почистит. Не каждое голодание способно прочистить физику, костный уровень органов, меридианов, психику. У большинства людей голодание только чистит физику. И то не так глубоко. Если просто к голоданию подойти более глубоко и заведомо до голодания еще почистится, то сам процесс голодания будет гораздо легче проходить и гораздо глубже. Уже перейдет от физических процессов более тонким, энергетическим и психическим. Поэтому чистка до голодания, она всегда будет плюсом. Либо во время голодания мы будем через чистку и дискомфорт ждать, пока это очистится, либо заведомо это уже заранее очистить. Как вы считаете, питание, еда, которую мы внутрь себя засовываем, она как-то влияет на наш образ жизни, на образ мышления, помимо того, что она может влиять на здоровье? Безусловно. То, что мы едим, тем мы и становимся. Если хочешь иметь мертвое тело, употребляй мертвую пищу. Хочешь иметь живое тело, употребляй живую пищу. Если хочешь духовное тело, употребляй духовную пищу. И питание напрямую влияет на наш ум и психику. У нас есть наш полушария мозга, нейронная связь, чистый разум, либо психика. И есть кишечник. Наш кишечник имеет настолько сложную нервную систему, как во всем теле вместе взятым. И даже больше того, наш кишечник имеет свою нейронную связь, как мозги. И вот если у человека грязный кишечник, мы думаем своим нижним мозгом. То есть идем на поводу своих вкусовых рецепторов. А если тело чистое, кишечник чистый, то мы начинаем осознаваться верхним умом. И питание напрямую влияет на наш коже ум. Какие три основных продукта вы можете назвать, которые максимально негативно влияют на физику человека, на энергетику, вообще на дух? Любая пища, которая содержит животный холестерин, наш процесс пищеварения – это процесс разложения. А когда животный холестерин разлагается, это только яд и аммиак. Два самосложных яда в природе. Итак, первое – это животный холестерин, второе – это алкоголь. Третье – любая пища, которая чрезмерно подверглась термальной обработке жарки. Фрукторианство. Может, опять же, максимально почистить тело, разум, энергию, либо это лишь как бы рамки питания и ничего более? Может, но это очень долго. Каждый месяц заменяются клетки кожи. Каждые полгода заменяются клетки мышечного покрова. Каждые 10-12 месяцев заменяются клетки органов. И каждые 7-10 лет заменяются клетки костного уровня. Вот чтобы ничего не делать, только питание, культивировать питание и заменить свою структуру, полностью его чистить до костного уровня, это мы уже должны сыроедить от 7 до 10 лет, чтобы хорошенечко почиститься. А вот что наряду с питанием можно еще делать со своим телом? То есть какие-то энергопрактики, может быть, чтение какой-то духовной литературы? Питание – это только начало. И для того, чтобы питание максимально давало свои плоды, мы должны поднять ПАЖ дыхательными практиками, как минимум задержками, и замаслить организм. И после этого мы начинаем уже менять свое питание. Дальше мы можем ускорять это все энергетическими практиками. И далее более глубоко мы можем это все ускорять медитативными практиками. Самое простое дыхательное – это мы делаем выдох, закрываем нос, и задержка дыхания комфортная. Появилось желание вдохнуть, еще просидели 4-6 секунд, потом вдохнули, отдышались, и через 30 секунд либо минуту делаем второй подход. И вот первая практика – это человек делает минимум 5 подходов, а норма 10 подходов задержки дыхания на выдохе. И постепенно доводит их до 60 секунд. Вторая практика энергетическая – это самая легкая насыщающая практика – это дерево жизни. Это когда любому человеку можно давать без сложных пранаян, без сложных осан. Это когда человек стоит в стойке обхвата дерева. Это положение тела, где мы аккумулируем энергию и ее синтезируем. Космическая стойка ее называют даусы. А если вот это стойки дерева, еще дерево дополнительное обнять, это будет дополнительный подъем энергии вверх? Да, это уже друидские практики, так практикуют некоторые. И если взять медитативную, рекомендую начать с концентрации. Допустим, пламени свечи в темной комнате. Научиться удерживать образ, чтобы он не рассеивался, а был собранный без напряжения во лбу, в мягкости будет собранный минимум 10 минут. Рассеялся, собрали, время идет все заново. Как влияет вообще мат и сквернословие на энергию человека? Любая речь и действия, они свободны, то есть они пусты. И уже умозаключения и психические отождествления и цепляния из этого нейтрального действия формируют либо хорошее, либо плохое. Тут уже больше от нашего психического и ментального накала зависит слово «причинило вред» либо «пользу». Но это вот эталон. Но этот эталон оказывает мыслеформа, то есть эгрегор. То отождествление, которое мы накапливали много-много лет. И, допустим, 10 людей подумало, что это слово, допустим, мат ругательный, это плохо. И оно уже как в поле вибрирует, что и начинает уже на подсознательном уровне нас влиять. И по большому счету все речи нейтральны, но на них накладывают отпечаток наших убеждений, которые эгрегор реально может растянуться в несколько воплощений. Сейчас в социальных сетях, в Инстаграме, ВКонтакте активно пропагандируют фрукторианство. Как Вы считаете, каждому ли человеку это подходит и можно ли его сразу начинать с очищения резкого питания? Каждый человек природный, автономный, целостный, просто потерял свою целостность, загубив, закислив тело, загубив энергетику, психику и ум. То есть это дано каждому, но начинать сразу нельзя, потому что мы находимся на уровне разных частоты. Необходимо сначала восстановить свои пять первоэлементов и души. И только тогда, когда мы восстановились, мы можем это менять. И вот кто чище на уровне тела, души и духа, тому легче перейти, а кто более тяжелее, тому сложнее. Интересует период подготовки к беременности. Что Вы можете посоветовать на этом пути? У Вас есть опыт тоже, Вы папа. Как готовиться физически, энергетически, духовно? То есть что самое главное, питание ли, либо энергия, либо сила духа, что главнее? Главное все. Это все, что говорит, что важнее левая нога, либо правая. Они все необходимы. Точно так же и тело, и душа, и дух, они равноценны, равнозначны, все необходимое и важно. И к человеку, задумываясь о зачатии ребенка, должен он это подходить минимум за полгода. То есть захламлял себя всю жизнь, найди хотя бы полгода, чтобы себя чистить. Да, потому что у нас самое первое, что обновляется, клетки мышечного покрова. И вот мы, допустим, поменяли питание какое-то, чистое питание, продержались на нем полгода, наши клетки восстановились. И уже через полгода мы, допустим, зачинаем ребенка. Есть целое искусство зачатия. От культивирования чистоты тела, которое идет за полгода. Второе, энергетическое. Это вот насколько любовь приходит, присутствует в паре. Следующее, это насколько они способны управлять своими сексуальными энергиями и раскручить энергию оргазма до максимального пика. Чем выше вибрации поднимут, тем более высокие вибрации на душу притянут. И вот эта вот комбинация позволит притянуть и зачатие и здорового, и более высоковибрационную душу. Мне вот интересно про высокие вибрации души, да? Каким образом мы можем опустить там сексуальную энергию, да? И вот возвысить тоже вот это интересно. Грубо говоря, может прийти друг, да, который с нами будет развиваться на пути нашего самосовершенствования. Может прийти враг, который нам будет мешать, да? То есть там капризами, вот чем-то таким, да, получается. И вот как вот притянуть помощника? Мы притянем того, частоте вибрации, которые сами соответствуют. Если мы на низких вибрациях, мы выше не притянем только душа спа, которая с нами войдет в резонанс. И вот именно благодаря практикам медитативным, либо сердечного родения, либо сексуальным, человек поднимает вибрации, и на этот момент, пока мы в пике вибраций, происходит зачатие. И, соответственно, на ком вибрации мы потянули, с такого уровня мы и притянем душу. И поэтому это раскрутка в вихрях сексуальной энергии. Для того, чтобы это было легче сделать, у нас должно быть чистое тело и способность останавливать внутренний диалог. Тогда мы способны не перегореть, а двинуться на более высокие уровни сексуальной энергии. А что вы думаете, нужно ли принимать какие-то витамины, добавки, какие-то специальное питание, фармацевтические витамины, да, для того, чтобы быть в здраве, для того, чтобы нам все хватало, там, фолиевой кислоты, В12, белка и так далее, и тому подобное. И вообще, и дополнительно, можем ли мы проводить свою беременность на растительное питание, по вашему мнению? Каждому нужно подходить индивидуально. Сегодня в социальной жизни у нас есть, допустим, препараты, синтетические, генные и так далее, и тому подобное, то есть искусственные, выведенные. В природе есть естественные, и, по-моему, как минимум нужно заменить ими. Человек, который способен отказаться даже от них, этот человек должен быть чистым, высокого ПРАЖ, баланса кислотно-щелачного баланса. У него должны быть задержки дыхания минимум 90-90 секунд, чтобы накопить себе ЦО2 и щелачиваться. Вот такой человек не нуждается даже в естественных. А пока человек не достиг этого уровня, он должен опираться на естественные помощники. И вот как раз этот период полугодового подготовки до зачатия. И если мы поменяли питание и полгода продержались до зачатия, и тут зачали, то уже беременность будет проходить на этом новом виде питания. А если мы зачали за старым питанием, допустим, мы зачали ребенка на всеедение, либо на любой, даже на вегетарианство, на термально обработанной пище, такой организм не способен вырабатывать кислоты, аминокислоты. Тому нужно применять. А если человек уже был на сыроедении, сформировался на сыроедении, тело адаптировалось, прошло полгода, и мы зачали, тому не нужно. Что вы можете посоветовать мужьям? Как поддерживать свою супругу в балансе, гармонии, энергетическом, психическом? И, может быть, какие-то и советы давать, на что-то ее вдохновлять, на что-то ее мотивировать? Мужчина поддерживает свою вторую половинку вниманием, заботой, опорой, создавая опору и безопасность. Для того, чтобы женщина распустилась как цветок, она должна чувствовать защиту, легкость, свободу и отсутствие угрозы с позиции не какого-то там нападения, а с позицию отсутствия угрозы жизни, ее ребенка, то есть обеспеченности и так далее и тому подобное. И вот мужчина создает этот класс свободы и уверенности. Как ты считаешь, нужно ли папе присутствовать в родах? Либо то, что он может увидеть, это может повлиять на отношения, допустим, негативную какую-то форму, что там неприятно будет супруга, как у нас принято считать в нашем обществе. Нужна ли поддержка? Единственное, что может быть неприятное, это умы и психики. В природе я сторонник, мужчина должен проходить, присутствовать, быть частью вот этого вот рождения новой вселенной. Именно если он не будет присутствовать, он будет за это рождение новой вселенной. И, соответственно, у него будет такая связь с ребенком и дальше. Первые минуты рождения определяют 7 часов восприятия ребенка и отца, и матери. А первые 7 часов определяют 7 лет, как будет взаимодействовать ребенок и отец. И поэтому отец и мать, в любом случае, присутствуют на родах. Отец тоже должен быть присутствовать. Есть целое искусство, как приблизиться, как войти в резонанс с ребенком. Отец минимум за месяц до родов, допустим, одевает какую-то рубашку и занимается специальными практиками энергетическими, дыхательными, либо медитативными в этой рубашке. И вот каждый день садимся в практику, одели эту рубашку. И вот не мыть ничего. И вот каждый день на протяжении месяца мы в одной рубашке занимаемся практикой. И когда ребенок рождается, мы берем ребенка на руки в эту рубашку, отец берет в эту рубашку, заворачивает и подержал на груди. И ребенок тут же получает запах отца. Запах и физиологию матери он уже знает, а тут еще запах и физиологию отца получает. И у него получается полный резонанс. Отец должен быть на родах. Вот вы присутствовали на родах совершенно. Как это все проходило в глазах мужчины? Как это все выглядит? Неужели действительно так страшно? Мне не было страшно. Как можно мужчинам вдохновить на то, чтобы они перестали этого бояться и поддерживали своих супруг? Ну, нужно сначала убрать то, откуда возникает страх, узнать, что его пугает. То есть не на новый пласт накладывать «давай, давай, давай, давай», а убрать старое отрицание. И уже на этот более чистый фундамент накладывать положительные убеждения. То есть а не на старую грязь, а на чистый фундамент. Какие у вас были ощущения после родов? У меня было воодушевление. Я прям как будто рождался сам. Я полностью знал, в чем я иду. Я уже этим занимался, практиковал. И до родов я уже проходил с акушерками всевозможное родообучение. А как ты считаешь, вот мальчику, который, допустим, в семье растет, он у нас еще ребенок, ему полезно вообще видеть, как проходят роды в семье, для того, чтобы в будущем знать, как это вообще выглядит, как принимать роды в своей супруге? Маленькому ребенку? Да. В зависимости от сформированной психики ребенка. Это может его либо укрепить, либо разрушить. Человек подобен огоньку. Если слабый огонек, ветер его тушит. Если сильный огонек, ветер его раздувает и делает сильней. И нужно подходить к этому положению на психику данного человека. Сумели мы до этого возраста укрепить его, подготовить? Если не сумели, это может его поломать. Он вообще никогда не будет сторониться и бояться будет этого дальше. Как вы относитесь к прививкам, которые делают младенцам в роддоме? От гепатитов? Почему? Это искусственное вторжение в наш внутренний космос. Как они влияют на организацию? Каждая прививка по-своему, как хакер взламывает какую-то операционную систему, так и вирус взламывает нашу иммунную систему. И меняет ей показатели, что такое хорошо, что такое плохо. Вот вы делали прививки ребенку? Нет. А как вы относитесь вообще к игрушкам? Вот, допустим, у меня есть такое ощущение, что когда я даю игрушки, что они как бы изо дня в день повторяются. И книги, да, даже вот с хорошим дизайном, с хорошими рисунками прям такими. Когда я их даю изо дня в день, мне начинает казаться это очень странным. Ну, как будто в день сурка такой, да? Кому ребенку? Да. Ну, то есть, по сути, энергию ребенка можно во что-то вкладывать, каждый ежедневно что-то новое, да, придумывать что-то развивающее. Вот ваше отношение к вот этим игрушкам, книгам? Должно быть развивающая игра. Если просто, есть просто игрушки. Человек играет, но не развивается. Есть просто посадили и обучаем. Он обучается через напряжение, но не играет. Должно быть все вместе, должно быть поставлена обучающая игра. Либо игра в обучении. Вот тогда ему и интересно, и развивается. А не так, и тут, и тут. И он засыпает там, и ломается там. А можешь посоветовать какие-то три развивающие игры, либо, может быть, какие-то действия, да, с ребенком, либо, может, прогулки, либо во что-то вовлечения, да, что действительно, тебе кажется, ну, пойдет на благо, да, на саморазвитие ребенка? Ну, во-первых, что касается чтения. Читать необходимо с мимикой. Ребенок, когда рождается, он, у него эмоции формируются по реакции родителей. Как они эмоционально среагировали, он понимает, что это было что-то положительное, либо хорошее. Мы читаем, допустим, ребенку сказку, и с эмоциональностью на него смотрим, перекладываем, останавливаемся, делаем паузу. То есть текст должен быть живой, и тогда это игра, и ему интересно, и он понимает, он оживает. Дальше всевозможные техники на развитие, наподобие сенситивного тренинга, допустим, гармонизация полушария мозга, поставлены в игревой форме. Допустим, задержки дыхания. Не так, давай-ка сделаем задержку дыхания, а в игревой форме, там, подуй-ка там на цветочек, сдуй там бабочку, прорабатывай дыхательные пути. А ну-ка, давайте кто-то там сделает задержку дыхания дольше, в такой соревновательной форме. И все развитие должно быть в игревой форме построено. Ваш ребенок на каком питании вообще находится? В доминанте соревновательной, иногда делаем пюре в пароварке специальное. Как Вы считаете, может ли ребенок вырасти крепким, здоровым, только на растительной пище? Может, если мы сделали фундамент и прочь до этого. Наш ребенок получает обмен веществ родителей. Именно того, которое было у нас питание за полгода до зачатия. Если мы были сыроедами за полгода до зачатия, он тоже получит матрицу сыроедения, допустим. А если мы были в вегетарианстве из-за чали и переводим его на сыроедение, у него обмен веществ в вегетарианства, и мы будем его ломать. Зависит именно полугодовой стаж, лунный и солнечный цикл до зачатия. Что Вы думаете по поводу детских садиков? Будете ли отдавать своего ребенка в детский сад? Либо будете пробовать практиковать домашнее обучение? И по поводу школы, кстати, тоже. Это как раз сейчас та тема, на которую сейчас думаем, разумеем, ищем варианты. Безусловно, сегодняшние школы и садики далеки от эталона и очень далеко. И с этим надо что-то делать. Но надо что-то делать, посмотрим. В общем, ищете какую-то альтернативу, да? Да. Что Вы вообще можете посоветовать родителям, которые воспитывают ребенка, который появился, грубо говоря, чистым листом, на который записывают, формируют мировоззрение, которые будут транслировать мировоззрение вокруг себя? Обычно родители хотят из ребенка сделать то, чем они не состоялись. А отец, допустим, не состоялся в спорте и будет отдавать его на боевое искусство. Мама, допустим, не состоялась там в танцах, она будет отдавать в балете. Но цель не свою несостоятельность и направить это в ребенка вложить, а цель родителей научиться увидеть ценности ребенка и помочь ему в его ценностях реализоваться. Не поднять, а поставить фундамент, сформировать фундамент, чтобы он сам поднялся на нем. Если мы будем сделать это за него, то он вырастет без самостоятельной. Это то, что сколько ни тяни морковку за ботву, она быстрее не вырастет, ботва оторвется. И точно так же идеальная задача родителей – это сформировать почву для его дальнейших личных ценностей, по которым он должен сам прошагать. Когда ребенок рождается, у него очень серьезный взгляд. То есть мы уже потом начинаем его формировать, вот эти вот там сю-сю-сю, и он становится такой сбалованный, какой-то бегает. А так он рождается, довольно так серьезно вокруг смотрит, такое ощущение, что он пытается понять, куда он вообще попал. И вот на фоне этого замечали ли, верите ли вы в прошлой жизни, и как вы думаете, можно ли в детях поднимать воспоминания о прошлой жизни, чтобы дети понимали их смысл, возможно, вообще воплощение в этом мире? Верю в прошлое воплощение, конечно. И ребенок, когда рождается, он не пытается понять, куда попал. Это деятельность ума. Когда ребенок рождается, у него еще существует чистое восприятие, без сцепляния вмешательства ума, чистое восприятие. Ребенок начинает анализировать где-то через 2-3 месяца после родов. Через 2-3 месяца он понимает, что он родился, и тут у него уже возникают такие вот процессы. До этого он еще даже не осознает, что он родился. Он просто живет, он просто проявляется. А как вообще в ребенке можно поднимать и поддерживать этот канал, пока что открытый, про воспоминания о прошлой жизни? То есть, может быть, как-то через рисунки, через игры. Вы это практикуете, либо еще пока... Первое усиление, самое сильное, это внимание. Чем больше внимания, тем больше мы его наполняем. Любовь, чем больше любви, тем больше его наполняем. И третье – координация. Стимулирую его координацию руки-ноги. И пальцы рук и пальцы ног – это продолжение нервной системы. А мозг – это корни нервной системы. И именно занимаясь координацией, мы стимулируем развитие мозга. И вот самая сильная, на мой взгляд, активация ребенка – это уделение внимания, любви и координации, запуск его нейронной связи и развития мозга. На этом все. Очень благодарю за интервью. Благодарю. Если есть что пожелать вообще родителям в конце интервью, то есть что-то, может быть, напутственные слова сказать, какое-то такое общее. Все идет от сердца, и ум старается это контролировать. И все события, они уже дают нам какой-то урок. Но мы можем переживать, напрягаться. И вот я рекомендую первое – это расслабиться. Даже если у нас какая-то ссора, с ребенком мы поругались. И воспитывать ребенка не через напряжение, а через расслабление. И тогда, если мы это делаем через расслабление, он нас начинает слышать. А если мы через напряжение воспитываем, он нас не слышит, у нас борьба. То есть расслабьтесь, на лицо улыбка, на сердце радость. Все идет своим чередом. Совокупность всех действий равна нулю. Благодарю очень за интервью.